Проходят серию плей-офф, проигравшие, к сожалению, никуда не проходят. Поэтому здесь уж, увы, очень-очень важная игра для обоих команд. И они, кстати говоря, выиграли, по-моему, как раз-таки команду Alternate Tax. Справа вот выиграли, да, Alternate Tax. Да, и X-Status тоже. В итоге получается, что Valence'ом они проиграли. Alternate Tax стали такой небольшой вехой прохождения в светлое будущее для тех и для других. Но сейчас придется бороться уже на равных. И будет стартовать пистолетка. Да, Денис пишет в рейде. В итоге, собственно, команду спутанных здесь не дожидались. И да, здравствуй, первый пистолет. Ну, что ж, на наших экранах Mirage сегодня уже один мы наблюдали. Правда, довольно-таки скоротечно он там проходил. 62 счет был. Да, что-то даже незаметно было, был ли этот Mirage или нет. Там катком прошлись, к сожалению, по QB. 16, 6, по-моему. 3, 6, 7, 3. 3, по-моему. Это было буквально недавно уже. Какой сейчас год опять. Просто я вчера еще один Mirage наблюдал, когда Мэнс Хатнат играли против Капунио. И там 16, 2 Mirage закончился. Ну, это Mirage, он, знаешь, он так двоится в глазах, все правильно. Ну что же, по раскидке. Две пачки смоков и четыре флешки сейчас Спраутов в атаке на Аплент. Да, простая точка, здравствует выход на шифтах и свободный плент. Нам максимум с Монти не встретиться, но Монти будет неприятно удивлен. И Монти там сейчас свои дефюшки, ты можешь бросить, хотя он пока дает голову Инноценту, что неплохо. Большинство за их статусами. Эти плента есть, Спраутов пытаются продавить сейчас КТ вдвоем. Тут еще, ну, только лждикой на джангле. Бомба поставлена, нужно идти на ретейк. При этом очень такие глубокие позиции занимают игроки Спраут. Они играют за Дельпоном в самом Респе. Так, пытаются здесь на КТ. Одного учителя, второго. Второго не проверили, в итоге оттуда. Зен два минуса оформляет, уже ситуация 3 в 3. Пытаются пройти дальше, глупо уже в плент. С Ямой перестреляться не удалось. Собрать противника не вышло. КТ закрывается. Минус Зен, минус также по еще одному игроку. И последний Кристо погибает в Яме. Раунд первый за экстатус. 10 секунд. И успеет ли? Да, успевает. Не хватило. Не хватило буквально еще лишних там 3-4 секунд для того, чтобы бомба взорвалась. К статусу удерживают. Удерживают свое авторство, скажем так, по пику. И сейчас должны выстраивать экономику. Да, за дефенс. Пистолет взято. Так что теперь дело за малым. Причем, кстати говоря, пошел Спартов в дроп Калаша. И, видимо, с Дезертыгон там кто-то отыгрывать будет. И только один фармган при этом у экстатус. А что? Что? При этом сейчас квестон идет вперед. Неплохо так настреливает. Выбили уже Калаш. Фроузен также дает свой минус. И Фроузен просто зажал в пол. Минус 2. И раунд закрывается экстатус без каких-либо сложностей. Фроузена потеряли, но это... Там просто... Ну, я понял, что план был выпустить Кристалла с Калашом первым номером. Но проблема в том, что там денег теперь опять нету. И два... Вот такое-то с командой Спрут не так. Но они, конечно, сделают бай. Просто в 4 Калаша и 1 Кристалл будет играть с пистолетом без армора. А теперь вот чем дело. Потому что в этот раз Кристалл, видимо, поделился со своим Калашом и с тиммейтом. Но опять же, у экстатус у них боевой бай по девайсам. То есть нет каких-то фармганов. Самый слабый девайс это Фомас опять же на монте. Тут же агрессия от экстатус. Минус врывается. Фроузен на передовую. Первый минус дает. Но заячки успевают уйти в смоук. И только тут его с подвала убили, да. Но все размены на центре. Они в пользу команды экстатус. Правда, в подвале все еще остается жить здесь Деннис. Здесь, правда, его упустило. Из-за этого может погибнуть здесь. Да ладно! Все-таки забирают здесь Денниса. Неуловимый в этом прыжке был для противника. Пытается справа-то сейчас что-либо придумать. Но контролирует бомбу экстатус. И выходить в спиде будет очень и очень тяжко. Да, спиде 1-3. Бомба подконтрольного соперника. Минута времени до конца раунда. Контролится уже здесь позиция спиде. Уже его здесь серьезно продамажили. 15 хп у того осталось. Молотов пошел за ящик. Затка вышел. И здесь уже, да, спиде не выпускает. 3-0 за экстатус. Уверен, начало. Более чем. И самое-то главное, что у справа довольно такая разбитая экономика получается. Такая-то из-за того самого калаша. Да, да, да. То есть сейчас они также будут отдавать вроде бы четвертый раунд для экстатуса. Играя с недефолтными пистолетами. При этом без брони на большинстве игроков. Но кристалл с досопа, скорее всего, будет играть следующий раунд. Потому что сейчас он с глаком, без армора. Ничего совершенно не тратил. Смоки забрасываются от экстатуса. Останавливают какие-то возможные быстрые выходы через яму. Два игрока под апартаментами справа также. Ну, здесь Монти за фаербоксом просматривает яму параллельно. С коврами, хотя, в принципе, за коврами, скорее всего, следит именно Фрозен. И в целом на центре пассивно отыгрывает КПС. Причем, кстати, с АВП, но просматривает чисто шорт. Монти дает первый минус по Антеннису непосредственно. Тут же готов Фрозен открываться. И какая-то автонаводка у него сейчас стоит. И на центре спиде лопается его голову просто с коротких очередей. И отличная игра от Фрозена, и вновь начинает играть для себя очки. И стал последний, он тоже погибает. Там Фрозен трипл-кл, конечно, в этом раунде выдал, но ничего, в принципе, особенного. Вчера восхваляли мы Фрозена, и кажется, что ему мало этих хвалебных песен, что о нем сочиняли. Он пытается и здесь выходить на топовую позицию по количеству килом. Да, все шансы... 8-02? Это да, да. Сейчас уже 8 фрагов имеется за 4 раунда. В итоге что? Спрот полноценный байк, ристал с АВП. Ну, этот, кстати, неплохо подгорать должен был квест 100, но только 10 хп потерял. И все-таки Зен смог пропрыгнуть через прицел, уйти за белый ящик, то Зена по раффете... К нему вроде бы были готовы изначально, но он двоих закрывает, трассерам настреливая. Еще и прострелом Зена. И все, спроты в итоге остаются в меньшинстве. Это ведь второй девайсный уже от них раунд. Ситуация 3-5, и в СВП еще вдобавок не сможете выйти, если только фраг где-то не сделаете. Ну и вроде бы заходить должна Плэнтон. Плэнтон, на яме находится непосредственно Деннис, но страшно, страшно что-либо предпринимать в этой ситуации. Неудачный молотов отбрасывается Фроузеном. Да, в итоге с ямой, скорее всего, сможет выйти здесь. О-о-о, но не сможет здесь уже выйти Деннис. Хедшот от квеста нам. В итоге 2-5. Тут же еще и убивают Спиди. Остается только Кристалл с тем самым снайперским девайсом. О, изрешители! Это идеальный раунд для х-статус против девайсного Спраут. Что вообще? Как? Почему? Все началось с Фроузена и с того, как он отыграл на парапете. Два фрага. Потом уже дальше, в принципе, делать за малым. Сейчас же справа закупается до 2-х, до полутора тысяч, по всей видимости. Так, девятый появляется у Денниса. Не самый частый гость в бае сейчас, откровенно говоря. Фроузен. Возле дыма. Вместе с Зеткой здесь. Небольшая агрессия на центре. Подвал просматривается, там соперника нет. О-о-о, Каешка полетела. Немножко не долетела. Ну и здесь нужно своевременно, конечно, отыграть Дэвилу. Зетка дает энтри. По инценту. И перетягивается на защиту Бу-планта. Там шарта уже подходит, в принципе, Зетка. Дэвил сам справляется с атакой. Уже переключился на пистолет. Говорит, да мне и девайс для этого не нужен. Успел от дыма все-таки от огня отойти здесь Дэвил. Не погиб в итоге. 6-0. Пользуй их статус. Деньги. Деньги экс статус. Они уже могут купить билет и уехать куда-нибудь из этой страны, где проходит действие на карте Мираж. Что-то с этого Миража просто куда-нибудь. Да, в принципе, у них БТР, по сути, за спиной стоит. Так что чисто топливо купить. Экономный вариант. Много топлива можно купить на этот день. Где там по 14 тысяч остается, по 12 после бая. И этот нотов ПД должен Деннису прилетать. Но Деннис успел его пройти, благополучно не получив урона. Тут же залетает еще и ХАЕшка по Деннису. И ХАЕшка отлично. 50% ХП, как не бывало. В принципе, Дэвил также просел. Но размен только лишь по ХП в начале раунда. Спортывет раздействует аккуратней, нежели ранее. И причем, кстати говоря, выход на центр все равно спитом с подвалом. От команды спут. Ну, закрыли. Да, Фрозно убивают главного фраг-дилера для команды экс статус. Сейчас отправили в 8-й раунд. И, возможно, справа смогут зацепиться за счет. Подсадка в окно. Моментальный минус от Зетка. Открылся шарта. Законтрили, законтрили. Все-таки это подсад. Действительно, Зетка уже здесь. Может, еще и на Зена позарится. Но он играет против коннектора. Сейчас в первую же очередь смоки должны будут развеяться. Монти доработал. Монти забирает двоих. Ну, там квест он уже с тикет-бокса и с зигзага. Опять Зетка завершающий минус 7-0. То есть их статус. Вот так вот. Очень шустро действует экстатус. И на даже какие-то изначальные, может быть, неудачи, неудачные размены Гибли Фроузена быстро отвечают. Смотрим, опять же, на финансы. Справа-то там бай вновь до 2000, до 2500. Не у всех есть броня. И зато много гранат. Ну, раскидает точку А, пытается сыграть, скорее всего, на постановку бомбы. Рискну я предположить. Дальше с Молотовыми будут уже туда заходить, защищать. Причем, кстати говоря, в точке А находится один внутри Монти. И он может погибнуть довольно-таки быстро, потому что он будет эллирован от своих тиммейтов. И ничем помочь, скорее всего, Фроузен здесь не сможет. Готовы врываться через яму. Подходят уже вместе с бомбой. Тут же на сэндвиче стоит Монти. Так, стена дома пошла. Под Монти Молотов. Монти горит. Монти, тебе надо делать выход. Монти Молотов успел все-таки сделать перед своей гибелью. А здесь уже команда их статус в пленте. И уходить, возможно, будет в фраут. Нет, в фраут заходит все-таки в плент. Деннис. Зен выходит. Выбивают бомбу. За сэндвичу пытался работать Фроузен, но его убили. Тут же флешка. И уже, в принципе, вытягиваются основные силы. Троем будут защищать плент. Бомба не стоит. Бомба выбита. Там пытается, конечно, как-то дойти. Это фунт, а спиди сейчас. Зайвотили флешку. Минус голова спиди. И остаются два атакующих. Все. Разобрали. 8-0 в пользу команды их статус. Ну что же. По баю. Калаши появляются сейчас у Кристалла. У Кристалла будет снайперская винтовка. И по раскидке все так же прекрасно, но Кристалл играет без брони. Что может сыграть с ним злую шутку, если какие-то хорошие агрессивные гранаты залетят. О, пошел смог. Яма, в принципе, стандартный по старту. По аркаду попадал по 70 от Фрозен. Она сейчас пошла активно. Там должен пересечь соперника. Посмог его забрать. В итоге там уже с центра его могут не отпустить. Слышка. Неплохая Фрозен. Соперника заметил. Не заметил соперника. Фрозен топил в итоге здесь. И красного оставил Инноцента. Но при этом Деннис погиб. И Молотов сейчас прийти. Да они сейчас будут убегать из-за этого ящика. Нет, все-таки потушили. Ого. Не так же лопается еще у Фрозена до глава. Но при этом Инноцент 13 кп. С пиди пуловый. Но он сейчас вынужден, скажем так, отыгрывать не на самых лучших позициях для него. Все. Инноцент последний. И у него 13 кп. Здесь ставятся апартаменты. Игрок на зигзаге. Игрок второй, правда, третий, вернее, находится на КТ. Пауза от кристалла. Но слабый за счет поступает. Потому что явно у Спиртов что-то не идет. Что-то нужно сейчас придумывать. При этом придумывать очень срочно. Первую половину вы уже точно отдаете противнику. Инноцент, конечно, может сейчас совершить чудо. Дать два минуса, но ему заходит в спину. Да. Там, конечно, позиция Дэйла сейчас зарешает. Ситуация минус Инноцент 9-0 в пользу команды X-status. Ну и опять же вопрос. А что делать в такой ситуации? Справа вот. Они просто по всем пунктам проседают относительно противника на этой карте. Но еще проблема в том, что они выходили в каждый плент. Они выходили как на А, так и на Б. Они выходили на центр. Они в четверо выходили на центр. Начнем с этого. И все равно они не смогли там перестрелять своего соперника. То есть это Frozen 2 фрага в дым. Это Frozen поджим подвала. Это Frozen. И это еще раз Frozen. И просто команда... Когда ты ложишься спать, и тебе снятся кошмары. И там тоже Frozen в каждом кошмаре. Безусловно, этот молодой игрок очень и очень многое приносит для своего коллектива. Да, да, безусловно. И пауза же снимается. Дорогие друзья, будем приноситься с вами в игру вот-вот. Потому что команды готовы к этому. Опять же, обращаем внимание на бай. Там Дигл у Кристалла. Есть парочка гранат. Все остальные там... Товарищу Денису просто приходится отыгрывать без флешки даже элементарные. Отдали предпочтение броне с касками. Дэвил. Сантимейт по точку Б. Медлодали. Упорная яма. Там Аркад, да посмотри! Они захотели просто-напросто взять и раскидать точку А. Здесь может быть сейчас поджим под флешки. Есть контроль этого поджима. И на цент. Все. С Денисом за контролем яму. Это может стать победным первым для спрутов. Хотя здесь Квестон уже останавливает выход. Минус по Зену. Причем это звено с бомбой было. Идет перетяжка. Коннектор уже в принципе подходит. Зетка. Тут же не получается дать второй минус Квестон. Нужно уходить на более глубокие позиции. Иначе тебя просто выкурят. Уходит на окно. Но... И с мидла. Дэвил сейчас уже должен... Сентимейта погибает. Там Зетка. 2 в 4 ситуация. И на цент правда красный. Дэвил также подключается. Бомба уже ставится. Есть минус от Квестона. И на цент погибает. Бомба по-прежнему не поставлена. Уходит в нычку. Но если Дэвил сделать... И вот здесь контроль. Его сейчас с головы снизу и сверху будут зажимать. Да. В итоге Дэвила забрали. По Квестону не Фа была. И Квестон, да. Должны быть в курсе. Квестон вроде бы и чувствует противника. Но тут слишком много таргетов. Спраут после паузы берут первый раунд. У меня вопрос. Вот это изменение со стороны Спраут позитивное. Либо Ик-статус пошли агрессивно на яму давить. Это Ик-статус, скорее всего. Да. То есть... Техническая пауза. А, ладно. Вопросов нет. Может, мисс какие-то пошли. Ну, может, подлаги какие-то, да. И это быстро будет решено. Без каких-либо задержек для нашего лицезрения. Этого прекрасного противостояния. Все. Все решилось. Просто тут, ну, Аркада Яма пошла от Ик-статус. Не вовремя, скажем так. Когда противники контролили именно. То есть на раннем тайминге обычно такие вещи пресекаются. Там либо флешка какая-то должна была быть. Возможно. Очень-очень нагло сыграли Ик-статус. За это поплатились. И сейчас, возможно, сыграют более... Спокойным ритмом. И в итоге что? АВП на Дэвиле. В принципе, побаив все комфортно. Новый статус. Сар-5 Аркада Центрат Зетка. Входим в саппорте. С коннектором прострелами через дым. Подвал бы тоже было бы неплохо законтролить. Правда, сейчас у спортов-то никто не действует. Но все же все равно есть опасность, что игрок куда-то выйдет. Ну и что же. Пытаются тут еще и как-то останавливать возможные выходы. Но выходов нет. Просто отбрасываются дефолтные гранаты. А весь выход справа вот он под Б. Где только Квестон должен их останавливать. Просто зажать в пол. Первый минус. Второй минус. Третьего добирает. Выбивает бомбу. Квестон чуть ли не в соло останавливает всю атаку. Подходят его уже тиммейты. Да. Инсент с Кристалом остается вдвоем. Против пятерых уже флешка пошла. Правда, Кристал в конечном счете здесь не отстрелил. И не двигается пока что дальше. Но там подым все-таки собирать этот плент. С униимости не получится. Инсент остается последним. Идет Шарта. И Зетка, как по таймингам, на него посмотрел. Дождет сейчас тиммейта. Хаешка залетает неплохая. Зетка там должны просаживать. Но ловит на дистаймингах. 35 кп остается. 16 добивает его Зетка. И Инсент отправляется в 12-й раунд. Есть один на ресет экономики у команды Спраут. Это одно из самых печальнейших моментов сейчас. На протяжении этого матча. На протяжении этого турнира, наверное, один из самых печальнейших моментов. Да, да, да. Потому что такой счет. И у вас денег нет. Кристал, конечно, с СВП смог себе позволить столь драгоценный все-таки девайс. Но, тем не менее. Поддержат ли тебя тиммейты? И хватит ли этой поддержки, когда у них только пистолеты и парочка гранат на всю? Да не, Монти, да не. Упор дыма будет сейчас работать. Но там сейчас, если выход через этот дым пойдет, опять полетят сейчас раскиды. На каком тайминге? Дым рассеется или нет? Вот в чем вопрос. Там просто уже Спиди как бы покинул этот мир грешный. И уходит, уходит Монти. Кристал сейчас может сам еще и подставиться. Да, Кристал забирает Фроузен. И подбирается его снайперский девайс. Инноцент пытается СВП отыграть дальше. Здесь уже молот в ям. В итоге успел выйти Деннис. Остальные тиммейты стали здесь от него изолированными. Ух ты мой, какая флешка полетела в космос сейчас. В итоге пытается его здесь забрать уже Монти. Есть фраг, по нему есть инфа. Дальше Зен. Есть размен, но Зен хватает лишь на один минус. И остается только Инноцент с той самой снайперской винтовкой, которую чуть ли не знаю, там в сейв как-то утаскивать нужно. Но ты останешься без экономики. Да, действительно. Не знаю, по идее надо идти пытаться. Потому что, в принципе, схожие варианты и ватерфоза мы наблюдали. Просто на мираже отдать больше десятки противнику, играя за атаку, это прям совсем беда. Скажем так, беда взять один за атаку. Если все это так закончится, тогда действительно будет беда. Четыре раунда, вот самый-самый минимум, наверное. Ну, три, бог-то с ним, еще можем поверить, что что-то произойдет. Ну, там два-один, ну, что вообще? Это как-то неприятно совершенно. Потом камбэк будет невероятно сложен. При том, что справа отлично играли против alternate attacks, выиграли их, и там было довольно насыщенное противостояние. И сейчас выглядят абсолютно беспомощными. Да. Ну что, это сейф ООП. Выкуривать не пошли, естественно, выбивать эти девайсы. А вот, кстати, по экономике у X-status у них все великолепно. Даже если они начнут как-то терять девайсы, проигрывать, все равно им будет хватать на байт до конца. Так, пауза от кристалла пошла. Опять вновь спрауты будут размышлять, что же они будут делать. Во-первых, у них игрок остался без денег. Во-вторых, у них есть ООП. Это плюс, в принципе. Но то, что игрок без денег, это минус. И у вас, в принципе, глобально денег тоже нет у других тиммейтов. Что-то ему выдать. Возможно, какой-то нам пистолет также поменяться кристаллу, отдать эту снайперскую винтовку, что, естественно, будет происходить. Но нужно чем-то платить за это. Раунд 13-й. То есть, в принципе, они сейчас могут рисунуть, забаяться полностью с пистолетами. 1-4 там сыграть эко, потом пытаться уже на девайсном влететь. Но тогда они заберут только два раунда. Что очень и очень мало для, конечно же, одержания какого-то победы и камбэка серьезного на второй половине. По ставкам решили выйти в бой в ноль. Гранаты, броня, каски и недефолтные пистолеты. Два деглад, СЗ-шкп 250-й. Дэвил, выход через кухню. Вместе с тиммейтом, в принципе, тут опять к статусу сначально идут трем по точку А, отдавая центр. Там через контакт только лишь будет действовать квестон. Дэвил здесь СЛП против апартаментов. Там, по-моему, за внизу. На пиксель так интересно решил сыграть. И в первую очередь соберет он фуксель. Довольно агрессивно Дэвил двигается дальше по апартаментам. Так, пошел дым в окно. В принципе, там никого из игроков команды к статусу не находится. Тут же залетает еще один СМОУ. Зетка готов забрасывать молотов. Ну что еще? Хе-центр, но нет, когда Дениса долетела. 40% у него отлетело, соответственно. И тут Кристалл дает эндри по Дэвилу, что уже неплохо. Атака продолжает в большинстве подобрать боевующее девайс. Там Зетка. Зетка хорошая позиция. Минус по Кристаллу есть. Все, девайсы закончились на руках команды. Экспрут, но минус СЗ по Зетка. А там сейчас закроют поздно спину. Успеет ли развернуться? Успевает развернуться, но не хватает просто скорости. И Спраута со своей ставкой на этот снайперский девайс могут сыграть. Это подобный раунд уже видел. И вчера это был Мощай Апи Мэнс. Хатнат против команды. И тут перед деком открылась истина, что это день сурка и все повторяется вновь и вновь. Да, да, да. Потому что там раунд, по сути, выигран на дистаймингах. И на том, что противники, ну, и к статусу были вне позиции. То есть сначала после фрага, ну, когда ты выходишь со снайперской винтовки на зигзаг, к статусу снайпер, противник уже ждет тебя там. Потом уже, когда непосредственно ты в ладере сделал фраг и уходишь в другую сторону, ну, прыгаешь ты в полупозицию, тебя забирают с ЦЗ, ну, и, в принципе, дальше по накатанной. Здесь, конечно, да. Но это второй раунд для команды Спрут хорошие новости. Тут же полетело еще одно. Хаешечка, никого пока не нашли, никаких контактов не происходит на карте. Через подвал двигается здесь у нас СЗН. Смокконнектор полетел, Денис в центре фраг. Монти забирает, да, уже неплохо. Видимо, пауза последняя пошла все-таки на пользу для Спраут. Но пока что это все говорит об этом не сильно. Дальше уже должен получаться... О-о-о-о, х-статус! Три фрага просто за секунду смогли оформить. Это какой-то минимальный размен через... Боже мой, через огонь Фрозен влетел просто и сделал два минуса. Уже квадрокилл по итогу этого раунда. При том, что он оказался между этими двумя таргетами и все равно против него... Не думали, что какой-то безумец пойдет сквозь огонь выходить? И тем самым поплатились за свою доверчивость, что ли. В итоге 12-2. И денег нет. Калаш. С АВП-пистолетом мы уже отыграли. В принципе, раунд победы на себя может быть с калашом. Подобное удастся продемонстрировать. Но мне кажется, что х-статус просто не повторяет своих ошибок. Тут же готовится раскидка на барты, но выход через Андер. Причем у нас в центре никого нету. Там, где Андер, Зетка смотрит. Зетка. Зетка. Центр. Подвал. Зетка сейчас убьют. Зетка слишком высоко. Да, и Зетка падает вниз. Тут же квест. Он спокойно сработал по голове, но его добирают также с Андера. Размет следует от Фрозена. Монти закрывает яму, отыгрывает еще там Спиди. Его позицию, может быть, и не прочитает по ножкам. По ножкам не стал работать, пока Спиди, но уже видит. Нам хочется все-таки выход стрелить и прыгает. Нет, все получилось все-таки. Но он один против двоих. Сейчас подберет девайс. Это уже хорошая новость. Увидел Фрозена. Но тут будет сложновато, конечно, сражаться. Хотя через молот выставляет. Фрозена выйти, но это 13-2. Фрозен загорел. Лутбет. Онлайн-ставки на Киберспорт. Дота, КСГО, Авервотч, Хардстоун и другие дисциплины. Ставь на исход матча и игровые события прямо во время трансляции. Пополнить баланс можно деньгами, скинами или биткоинами. Заходи на лутбет, вводи код с экрана при депозите и забирай свой бонус. Ну что ж, возвращение будет ли команды Спрут здесь? Вопрос. Ну, если возвращаться, то только на пистолетке. Вот, да. Сейчас действительно все ставки сделаны, безусловно, на этот первый раунд. Если X-status берут пистолетку, я практически не сомневаюсь, что они доберут последующие два раунда без каких-либо проблем. Потому что Спрут получал сыграть, ну, сугубо на девайсах. И там как-то на плюс морали они вывезли один раунд со снайперской винтовкой. Что ж, теперь уже будет X-status по точке разгореть раунд в этом пистолетом. Смок уже полетел, две флешки пойдут следом от Монти. Смок в итоге к хелпу и КТ оставляет открытым для себя. Чек на унисэндвич, поэтому агрессивно проходит в квестон. Проходит вообще в хелпу, ничего себе. И коннектор-тарк закрывают, закрывают им нырку. Через нее уже не пройти так вальяжно и спокойно. Ну и все, здесь может квестон сидеть до последнего. И ничего не опасаюсь. Есть минус уже по входящим игрокам команды Спраут. Размены равные. Два в три, нет, все-таки больше не находятся Спрауты. Бомба поставлена, но сейчас таймер играет, конечно же, на X-status. Так, на центре главное просто еще... Ой-ой, не... Неприятненько очень. И получается им сунду поставить две эти самые главы. Вот и зацепились за пистолетный. Ну, 13-3, конечно, пистолетку выиграли неплохо. Камбэк очень долгий. Тут у Спрутов, конечно, сейчас будет... Да, бомба, обезврежена. Она уже так долго пикала, что, казалось, сейчас допикает. Но не хватило лишних пяти секунд. Бай, будет это X-status, интересно? Или все-таки Экона сыграет? Но Экона, скорее всего. Ага, вот так вот даже с паузой решили поработать здесь X-status. Потому что там 2 900, 2 600. Надо разобраться, кто виноват и что делать, что все-таки пистолетку отдали противнику. Когда вам остаются до победы три те самые раунды заветные, которые по лестнице вот этой набираются экономической. Ну, тут как бы... Просто можно попытаться, в принципе, закупиться. Вам разрыв, скажем так, в раундах позволяет это сделать, рискнуть лишний раз. Но, с другой стороны, вы можете сыграть Экона, потом с калашами побегать. Ну, вот, опять же, если рисковать и позволять там противнику уже сокращать счет, вы все равно теряете где-то уверенность. Сейчас, по крайней мере, понятно, вы будете играть с пистолетами против полноценных девайсов, и у вас шансы малы. Вы рассчитываете уже где-то на четвертый раунд, если бомбу не ставите. Да, да, конечно. Но, да, там еще я спрашиваю, техническая или тактическая пауза, просто тоже нас это интересует. С одной стороны, вроде как может быть там что-то технического характера, там опять какие-то... Вот, честно скажу, я вообще не понимаю вот этой самой технической паузы. Такое чувство, как будто бы команда в этот момент не может обсуждать то, что происходит в игре. Да, да, да. То есть, ребят, у нас техническая пауза, говорить в микрофон нельзя, нет. Все, будем возвращаться с вами в игру, друзья, там все, все, все. То есть, тут разве что выяснить именно проблему у кого-то из игроков. То есть, очень часто мы видели, там пинги подлетали у некоторых персон до 150, с чем играть явно некомфортно. Но это быстро фиксится. Ну что, по точку Ага, тот раунд, здесь команда их статус. В принципе, там только на Дельпе не один игрок, и хелпа будет довольно-таки нескоро. Слушай, а может и бомбу даже поставить сейчас. Нинсент отбрасывается хаешкой, хаешка, в принципе, довольно интересно. Залетает по квест-тону, и теперь Нинсент может дорабатывать таргеты. Какая боль. Да, невероятно больно сейчас Нинсенту. Залетел 35 единиц, здоровье остается у него, он уходит на перезарядку. Его еще на свапе девайсов, ловит и выбивает из него М-очку. Но там спешит на помощь Спиди. Тут же есть подсад такой интересный. И просто к этому готовы не были. Да, ну, конечно, два фрага сделали и М-ку забрали. Может, кстати, с ней сейчас получится отыграть. Там уже идет Дефьюз, но не получается. Ну, нет, последний Тозен. Точно зашит просто через этот дыб. Хеса принесли. Ну, не успел, не успел, да, перезарядиться. Четвертый раунд. Но это две бомбы для их статуса. Соответственно, там бай будет более чем хороший. Сейчас 5300, 5000 монти. Ну, тут без ОП, скорее всего, атаки, конечно, дарил покупать себе калаш. Да, это 5 автоматических девайсов. Но при этом у них хорошая раскидка, безусловно. И можно показать максимум по тактике. А вот у Кристалла по-прежнему скаут. Также есть один фармган в защите. И экстатус могут прямо сейчас раунды уже начинать брать. Инноцент смог под яму. Пошел. Там, в принципе, стоит только Фрозен на контроле какой-то аркады. Через центр собираются экстатус действовать. Параллельно с подвала будет заходить монти. И Фрозен, ну, скорее всего, здесь самый последний номер будет выходить. Ну, опять же, ждут какой-либо инфы. Ждут каких-то дополнительных гранат. Деннис встает в коннекторе. Никаких стычек. И только сейчас Фрозен пытается выйти через яму. Он уже довольно агрессивно продвинется вперед. Дает энтри фраг по Инсенту. И уже в преимуществе их статус. Продолжает продвигаться в сторону Аплента. Фрозен соло идет, но его наказывает Деннис. Так, там еще, правда, красный кристалл остался. С Скаутом на КТ. Здесь есть пас. И еще и здесь накалили неплохо Деннис. Пол ХП от него осталось. Все, кристалл добрали. Деннис тоже. В итоге Зен последнее звено Аплента. Один в четыре. Ну, как только добрались до девайсов, то, собственно, все становится более чем логичным. Да. Ну, это кто-то теряет свою жизнь. Че Зен его можно, если что, подобрать с него остатки сладкие. Ну, и без того 14-4 радует невероятный их статус. Они сейчас выйдут на мапоинт. Потому что у противника просто нет денег. И проблема в том, что денег не будет и дальше. Просто в предыдущем раунде очень много девайсов выбили. Там выбили два девайса. И вот полбай предыдущим привел. Потому что сейчас проиграли раунд, и у них пистолеты. У них два раунда подряд будет вот такой бай. Да, да. И то это в лучшем случае. Тут все-таки и броня, и каски. Так, Дэвил. Зен уже. Полетел молотов на окно. Так, все это дело быстро потушить. Потому что уже с антрефрагом, в принципе, по Зену. И в большинстве их статус находится. Я не готов сейчас, конечно, выйти еще. Дайк пару минусов. Есть минус по кристаллу. Значит, там еще за фаербоксом есть игрок. Но вот прожим от спиди принес вот такий ему минус. Забирает он там Монти. Спиди пытается продвигаться дальше. Это в плентбэк себе, поближе к товарищам. Для того, чтобы держаться единым звеном. Потому что пока действует их статус. Никаких не наблюдается. Проходит аккуратно бомба на шифтах в аплент. И успеют ли прийти? Ну, уже не успевает своевременно. Тут еще и Дэвил закрывает инцента. Все слишком хорошо складывается для команды их статус. В два в окне, правда, Дэвил могут подловить на дистайминге. Дэвил первого забрал, второго тоже вилла похоронить неудовалось. Но теперь уже, да, справляется с ним и задка. Бомба поставлена. Маппоинт. 15-4. Все может закончиться прямо здесь сейчас. Потому что... Ну, не все, но, по крайней мере, это карта. Да, да. Кристалл купил себе снайперскую винтовку. И от нее будут сейчас, правда, пытаться выстроить раунд, уже играя за непосредственно защиту. В принципе, в атаке получалось подобный раунд выигрывать. И в дефенсе почему бы и нет. Но тут тоже очень много факторов будет сыграть. И тут да ладно. Кстатус просто быстро проходит под точку Б и решает произвести. Кристалла там не будет. АВП придет на поздний тайминг. На халпу, в итоге здесь выпад по идее. Из-за окна будет делать четко. Они через Андерсе и идут. И стянули полностью спрут на Б-плэнд. Там, правда, есть закрытый от Кристалла. Его обхранили через дымы. Нету АВП. Теперь команда спрут. Игрок еще на КТ имеется в виду. Точнее, их два. Уже один. Еще и джангл здесь на всех случаях Дэвил прошивает. Но игрока второго на КТ забирают. В итоге зен с... Ай-яй-яй, уже зен последний. А у него там 32 хаспоинта. И он тоже погибает. 16-4 в итоге заканчивается. Карта до Мираж. Одна из немногих карт, которая довольно-таки быстро закончилась. Мне кажется, сегодня команда просто не хотят именно Мираж видеть. Мираж постоянно 16-4, 16-3 очень-очень быстро отыгрывается. Друзья, так или иначе, это только первая карта Best of 3 формата встречи. Соответственно, будет возможность справа вот-то закомбечить. А пока мы будем ходить на небольшую паузу. Лутбет. Онлайн-ставки на киберспорт. Дота, КСГО, Овервотч, Хардстоун и другие дисциплины. Ставь на исход матча и игровые события прямо во время трансляции. Пополнить баланс можно деньгами, скинами или биткоинами. Заходи на Лутбет, вводи код с экрана при депозите и забирай свой бонус. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...